Отменить решение Саратовской городской думы от 24 декабря 2021 года о лишении звания почетного бюджета города Саратов. Полагалось, что оспарим решением Саратовской городской думы о лишении его звания почета и бюджета является незаконным и необоснованным. В суде по мнению администрации МИЦА были допущены ряд базовых, нарушения ряд базовых функциональных принтов. Так, по мнению администрации МИЦА, нарушение части 2 статьи 24 Института Российской Федерации, ну, со стороны административного обречить у него предоставлено возможности с ознакомлением документами и материалами, положенными в основном оспаривании решения решения его почетного звания. Несмотря на просьбу административного ИЦА, на личном участии при рассмотрении указанного вопроса, указанная просьба не была удовлетворена, тем самым он был лишен возможности присутствовать на заседании рабочей группы, где принималось решение в отношении вопроса о решении административного ИЦА почета на вознавание. Нарушение в положении 529 Конституции Российской Федерации, гарантирующей каждому свободу мысли и слова, его высказывания в прессе интерпретированы как необоснованные критики, поводов из органов государственной власти и органов государственного управления, в то время как все высказывания административного ИЦА в прессе, по мнению заявителя, носили иногда критический характер, но всегда были уважительными в отношении органов публичной власти и их гражданных лиц, и ни в коей мере не нарушали нормы части 1 статьи 21 Конституции Российской Федерации о запретном молении государственной власти. Полагалось, что в нарушении половины статьи 54 Конституции Российской Федерации, запрещающей привлечение к ответственным задеяниям, которые в момент его совершения не признавались, в правонарушении он лишен почетного звания за предписанные ему высказания, которые были сделаны до 21 октября 2021 года, то есть до даты искупления силы раздела 2.1 решения звания почетного гражданин города Саратов. Полагалось, что его действия не совпадают ни под одно из оснований для лишения его звания почетного гражданин города Саратов, считал, что согласно закону Саратовского власти от 31 мая до 2002 года звание почетного гражданин присваивается персонально и по жизни. Но кроме того, полагалось, что при принятии оспарного решения и его подготовке были нарушены регламентные процедуры, которые также свидетельствуют о его незаконности и нарушении прав и законных интересов административного офицца. В конституционной жалобе план доброест отменить принятые по делу судебные акты и направили его на новое осложнение суд первой станции. Обоснованием указывалось, что его высказаны в административном государственном власти и органах местного управления нередко являлись критическими, но всегда являлись положительными и носили конструктивный характер. Указывая, что он никогда поступок порочащих звания почетного гражданина не совершал, доказательств обратного административного отречения представлена не было, в связи с тем, решение его почетного звания является незаконным. Полагалось, что указанное ТС-то не вылечено судами, что повлекло вынесение вне незаконных судебных актов. Пожалуйста, слово предоставляется к Ассоциуму, Анатолий и Анатолий и Анатолий и Анатолий. Спасибо. Уважаемый суд судебной практики, есть такие дела, когда возникают трудности принятия решений, так как ситуация непростая, по-разному их можно интерпретировать, а есть дела, где все ясно, понятно и решение самонаправляется само собой. В моем деле такая ясность имеется, поэтому не вызывает никаких сомнений в том, что в данном случае никакого просовка, который бы давал основания решать мне почетного звания, нет. Мое представленное дело рассматривалось тайно в условиях особой секретности. Меня никуда не приглашали для дачи объяснений, ни на одно заседание, хотя я официально обратился к Удину, к председателю Городской думы, к председателю комиссии, соответствующей, которая рассматривала дело, Злобновой с просьбой выслушать меня, вызвать на заседание и так далее. Сходя из этого, я делаю два вывода. Первый вывод – это рассматривать суды, рассматривающие дело некомпетентными в принятии решения. И второе – это воздействие на суд для принятия другого решения. Ну, первое, так сказать, я отвергаю полностью, потому что отозревать судей к некомпетентности – это просто нельзя и было бы неправильно. Что касается второго, то это, на мой взгляд, имело место быть. И в данном случае лица, которые обращались, они являются, согласно Уголовного кодекса, преступниками. Потому что, согласно статье 295 Уголовного кодекса, там сказано, что вмешательство такое бы то ни было в форме деятельности суда в цели воспрепятствования отширения правосудия карается соответствующими статьями Уголовного кодекса, соответствующей статьей лишением свободы. Притом выказано в полицейских признак, если это должностное лицо, а это должностное лицо, на мой взгляд, вмешиваться в деятельность суда, то ответственность вдвое выше. И есть статья 305 Уголовного кодекса, которая говорит, что заведомое вынесение судей заведомо неправосудного решения, оно тоже карается лишением свободы. Вот я хотел бы, исходя из этих моментов, посылок, обосновать то, что имело место быть. Дело в том, что суды подпорствуют тому, что нарушена Конституция Российской Федерации, которая дает возможность обеспечить свободу слова, которая была как бы нарушена, потому что речь шла о моем обращении к прокурору области. Оно носило корректный характер, притом следует отметить, что это обращение было сделано 14 октября 2021 года. А генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов вынес строгий выговор за тем основанием, к которым я обращался. Прокурор, потом я ему просто говорил о том, что как честный офицер, он должен подать остатку с теми событиями, которые прошли у нас в туберкулозной болице, связанной с пытками, которые прогремели на весь мир, на всю страну и были предметом публичного обсуждения президента Российской Федерации, советского права человека. Этот вопрос поднимал. Так он объявил строгий выговор. Генеральный прокурор, значит, не сошлись, так сказать, в мере наказания. Притом я-то не наказание, я бы предлагал, так сказать, это сделал. Но раньше он сделал это генеральный. Поэтому в этом обращении ничего, естественно, не было, но имел неосторожность подписаться не только как заслуженный Российской Федерации, но и как почетный гражданин города Саратов, что сразу повлекло за собой со стороной прокуратуры внесение изменений положения о почетном гражданине и появилась там возможность лишать этого звания за поступки, порочащие это звание. Этого ничего, никаких порочных поступков не было. И мне бы хотелось обратить внимание, что понятно, что за 50 лет своей безупречной службы Царского государственного религического академии я выпустил тысячи учеников и беседы с учениками, я говорю о том, что без спорности того решения незаконного, которого вынесли, никто не сомневался. И в том числе, работающие в этом здании, они тоже, так сказать, говорили о том, что, ну, явно, это несоответствие закону вынесено решение. Я учил студентов честности, добросовестности, справедливости и, в конце концов, надеюсь, что эта справедливость в отношении меня тоже, так сказать, будет выполнена, независимо, кто такой вуз скончался, раз в юридический, или в первом, юридический факультет, или в казанский университет. Везде, так сказать, учили прекрасные преподаватели, а многие из них знают, пока это уголовно в процессе, мы встречались на всех, и всех замечили именно этому. Мне бы хотелось, чтобы справедливость восстанавливалась, в конце концов, в процессационной инстанции, и все поставила на место. Очень надеюсь, спасибо за внимание. И, кстати, представители. На всем предоставляются представители на мне, берегу, попрошу. Спасибо. Уважаемый суд, хотелось бы не занимать много времени, и остановиться только на одном, я так понимаю, самом важном моменте. Что послужило основанием? Основанием послужило это обращение Ленин. Я немного зачитаю, потому что это непосредственно его обращение. Обращаясь в городскую думу, Ленин указывает о том, что, по моему мнению, человеку, обладающему таким высоким званием, не позволительно пропускать публичные высказывания, содержащие не только необоснованную критику в адрес органов госвласти, но и в органах местного самоуправления, тогда как долгое время сам являлся работником этой системы. Полагаю, такие высказывания, порочие звания почетного гражданского города Саратова являются основанием для решения такого взгляда. Это мнение следует. Далее, рабочая группа обсуждает данное обращение, и они принимают риск, исходя из того же протокола. В итоге, члены рабочей группы пришли к мнению о том, что публичный высказывания Александра Славоныча запитает ряд его поступков, осуществляющих публично, отдельная информация о нем, содержащая в открытых источниках самодробности, не соотносится с названием почетного гражданина города Саратова и порочное признатное звание. И в дальнейшем принимается решение по решению почетного звания. Соответственно, не согласившись с этим, судеб был бы все оспорено, и все участники надеялись о том, что ответчики представят какие-либо доказательства непосредственно, а именно какой же поступок он совершил. Ведь никто так и не знал. Те публикации, которые они содержатся, да, они не оспариваются, и социалом очень подтверждает, и говорит о том, что это свобода слов, свобода мысли. Судебное заседание прошло только по процедуре. Тем не менее, довод, который был озвучен, суд первой инстанции указывал, потому что в ходе рассмотрения дела административного суда были предоставлены все документы, послужившие основанием для применения о своем решении. Возражение административного суда, что представленных доказательств недостаточно для решения вызвания почетного движения города Саратов, не принимается судом во внимание, поскольку является субъективным мнением административного суда. И опять загадка, в итоге, какой поступок совершил Александр Саванович? Почему? Его необходимо принимать столь жесткую меру о том, чтобы решить его этого звания, почетный гражданин города Саратов. Послужной список он не свестил, все его награды за всю его деятельность, за всю его общественную деятельность. А вот и какой поступок он совершил? Суде апелляционной инстанции также указывалось нам об этом. В итоге, суд апелляционной инстанции вообще проигнорировал этот долг. Поэтому, уважаемый суд, я полагаю, данные судебные решения являются незаконными как суд в первой инстанции, естественно, так и судом апелляционной инстанции полностью поддерживают долг и жалобы. Прошу вас исправить. А какие же нарушения допущены судами в плане процессуального и материального права? Так в том-то и дело. Они и были допущены. А в том-то, что... Сейчас вы поясните, это все касается обстоятельств. Дело, не за счет, а все-таки домовым. А какие-то нарушения допущены в плане права? В плане права? В итоге, в том-то и дело, уважаемый суд, потому что самое основное, это оспаривание того самого поступка, которого он совершил. Александр Соломонович указывает, ну, точно никаких поступков, которые право членов из Вадима не совершал. Обращение Ленина это также не содержит. Среди массовой информации, тех публикаций, на которые было принято решение, сначала рабочих групп, последствий также нет. Суд только по процедуре, по проверке. А основной долг, а то, что какой поступок в итоге был совершен, как бы это осталось и в своей первой станции апелляционной диспетчатке. Пожалуйста, второму представительу, Лондон, с кварцом, если у вас предисполагает. Прошу, мы суд. Кольцин Соломоновичу присвоен звание «Почетный гражданин» в 2014 году. Семь лет он был «Почетным гражданином» в городе Саатова и в 2021 году депутаты решили это звание на него забрать, решить свое звание. Такое право депутатов есть, но важно понять, за что это звание было у него изъято от обрака. В положении «Почетному гражданине» есть три основания всего. Первое основание – это предоставление дистоверных сведений, очень стало известно, дали, и это не относится Христа Соломоновичу. Второе основание – это вступивший в силу обвинительный приговор суда за совершение промышленного преступления. Здесь мы это тоже не обсуждаем. Этого нет. Остается третье основание для лишения звания. Это совершение лицом, которое имеет звание, поступка, порочащего это звание. Соответственно, это является предметом настоящего обсуждения, предметом настоящего спора. Для начала, чтобы понять, ну, человек уже интересен, был звание – отняли звание. А за что отняли? Мы читаем решение городской думы. Решение городской думы не указано, за какой поступок человек решил звание. Дальше, мы идем в суд, в суд приходит ответчик и приносит возражение. Мы читаем возражение, а возражение тоже нет поступка. То есть не указано, что вы что-то делаете. Хорошо. Нам не страшно задать вопрос. Мы задаем вопрос один, второй, третий, в разных формах. Представляете отвечу, и говорим, назовите, пожалуйста, уважаемые отвечники, какой поступок совершил он был. Только назовите поступок, и все, и мы поймем. И дальше посмотрим, может быть судиться, нет смысла никакого, если поступок такой поручи. Не называют. Хорошо, думаю, сейчас мы почитаем решение суда первой станции, и поймем, за какой поступок его решили звание. Читаем решение суда первой станции. Много листов, подробно, умные слова, поступка нет. Ну просто пошли с одной поступок. Думаю, ладно, может где-то апельсионная станция разберутся, и там поступок я вижу. То же самое, переписанное решение суда первой станции, с небольшим статом. Поступок и большим статом. Собственно говоря, мы тут пришли лишь за тем, чтобы вы эти суды поправили, или не поправили, но в тексте свое решение написали, что за поступок совершил он то. Собственно говоря, всего лишь один поступок, ну или два поступка, или три поступка. Расскажите, что он совершил. И уже после этого можно будет понять, а когда совершил поступок. Совершил он до 2014 года, до момента, когда я узвала эти условия. Совершил он поступок с 2014 года, до 25 октября 2021 года, в момент, когда Тома приняла новое отношение с новым основанием для лишения звания. Или совершил он поступок после 25 октября 2021 года, после момента, когда Тома внесла новое основание для лишения звания. Подчеркиваю. Собственно говоря, вот больше мы ничего не хотим. Хотим ли вы нарушение норм процессуального и материального права, или неправильного применения, вы не можете. Я больше того, что сказал, я вообще не добавлю. Собственно говоря, все хорошо, но просто приняли. Пожалуйста, представитель городцарковского, городского, вы думаете, смогу вам слово о решении. Что нам можете сказать? Доводы административного исца, изложенные административные жалобы, они фактически повторяют доводы как административного искового заявления, так и доводы апелляционной жалобы. Они были предметом рассмотрения в суде первой инстанции, в суде апелляционной коллегии по административным делам Саратовского областного суда и никаких иных доводов, которые могли бы послужить отменой постановленных судебных актов в кассационной жалобе не привезено. На этом основании я прошу решение Волжского районного суда и судебной коллегии в местности называемых Саратовского областного суда оставить изменения к сону жалобу без удовлетворения. Представите, пожалуйста, облинистрации вывода из города 2-го областного суда. Пожалуйста, осуществляем, что решение суда 1-го и 2-го станции законно обоснованно. Полагаем, что жалобу удовлетворения не подлежит, так как не содержит указания на нарушение органа материального и функционального права. В связи с этим, как происходящее по новой судако-социационной дистанции, основание удовлетворения не имеет сплошной отказа. Судебный коррекции борется и в связи с Я могу сказать сразу, что решение останется в силе. Не случайно суд задавал этот вопрос. А в чем, как в чем? Надо за что вы мешаете, самое главное сказать, а не в том, что вопрос такого порядка, какие нарушения материального функционера. Материального были нарушения в связи с тем, что выводы свидания соответствуют фактическим обстоятельствам. А процессуальных нарушений не было, все красиво, написано много. Их же слушали, но я понимаю, они должны встать и сказать, он совершил вот такой-то поступок, за который его решили. Этого нет. А что ж тогда есть? Есть вмешательства, то, что я говорил. Пришли, сказали, надавили. Все. все депутаты отпускали голову, когда с ней встречался. И сказали, дали такую команду для решения. Все добросовестно эту команду выполнили. Судебная коллегия по административным делам первого федерального суда Уфи-Лизы с руководством статьями 328-329-330 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации определила решение Русского района суда Саратовской области высоко города Саратова 21 марта 2022 года и апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Саратовского областного суда от 7 июля 2022 года оставили без изменения. Кассационную жалобу Ландо Александра Соломоновича без удовлетворения. Кассационное определение может быть обжаловано в порядке 235-го кодекса административного судопроизводства судебного коллегии по административным делам областного суда Российской Федерации в 6-месячный срок, который начинает исчисляться на следующий день после принятия апелляционного определения, из которого включается срок составления мотивированного определения суда апелляционной станции в случае когда составление откладываются а также время рассмотрения дела в суда жаловы. До свидания.